Помощь многодетным семьям и ордена родительской славы, чего только не получают красноярцы за рождение детей. При этом количество населения во всей стране серьезно падает, а женщины все чаще соглашаются на аборты, делая выбор в пользу саморазвития и карьеры. Почему статус многодетной матери больше не так престижен и на что идут краевые власти, чтобы повысить рождаемость? Все мнения собрала Дарья Морева в своем специальном репортаже. А я хочу стать мамой. Вы знаете, это так классно. Рекомендую. О том, как классно быть мамой, не понаслышке знает Альфия Круглова. Она мать шестерых детей и все мальчики. Женщина еще со студенческих лет мечтала о большой дружной семье. И когда встретила своего будущего мужа, поняла, ее мечта точно сбудется. Так Кругловы живут в крепком счастливом браке уже 27 лет. Как-то так получилось, что души наши совпали и у нас очень много было общего. И потом он говорит, вот хочу 10 детей. А я подумала, что если мужчина все-таки хочет 10 детей, надо срочно за него выходить замуж. Одного ребенка было намного легче родить и поднять. Потом так оказалось, что у нас появится второй ребенок. И мы были оба этому рады. Реакция мужа была очень положительная. Он очень сильно меня поддерживал. Я поняла, что с этим человеком можно пройти всю жизнь и рожать от него детей тоже можно. Реализовать свою мечту о рождении 10 детей Кругловым так и не удалось. Не позволило здоровье. Однако и с шестью мальчишками родители не скучают. Попросту некогда. Все свободное время они уделяют творчеству, прилежной учебе и полезному времяпровождению в семейном кругу. А еще ребята очень любят спорт. Так за все время они собрали больше 300 различных медалей. Сами Кругловы считают, что появление детей – это огромное счастье для каждого человека. А кроме того, такие большие семьи значительно улучшают демографию в стране. Однако по статистике с каждым годом уровень рождаемости в регионах снижается, несмотря на поддержку государства. А смертность наоборот растет. Чтобы как-то исправить ситуацию, многие политики и общественники предлагают радикальные меры. Например, запретить аборты в стране. Мое тело – это мое дело. И это, мне кажется, не просто некорректно. Ну, это отвратительно на самом деле. Это неэтично. Это преступно. Не просто вмешиваться. Даже советовать. У нас каждый сотый ребенок в детском доме. Давайте позаботимся сейчас о тех, кто уже есть. Прежде чем планировать каких-то мифических и заставлять кого-то рожать. Каких-то мифических, тех, кого еще нет. Сейчас Красноярский край находится в топе по числу абортов во всей стране. Наш регион занял третье место. И даже обошел густонаселенную Московскую область. И это при том, что количество прерываний с каждым годом только снижается. Так, сейчас на 26 тысяч родов приходится почти 10 тысяч абортов. Доказано, что если женщина сделала три боли аборта, то у нее наверняка возникнут гормонозависимые образования, такие как миома матки, гиперплазия эндометрия, эндометриоз и, к сожалению, рак молочной железы. Бывают ситуации, когда женщина сделает один аборт и больше никогда не сможет забеременеть. И это далеко не все последствия. Причем они могут быть как после хирургического вмешательства, так и от более щадящего медикаментозного аборта. Но те женщины, которые все-таки решились на прерывание своей беременности, проходят обязательную беседу с психологом. Только после этого пациентка сможет сделать свой окончательный выбор. Женщина вообще, когда узнает о том, что она беременна, и эта беременность для нее нежеланная, она попадает в стрессовую для себя ситуацию. Ну, в такую трудную. И выбор сделать, ну, для нее мучительно бывает очень часто. И как раз-таки вот работа психолога состоит на том, чтобы посмотреть вообще вглубь. Вглубь вообще причин. Женщина очень часто катастрофизирует. Основные трудности, которые называют женщины, это недостаток финансов, нежелание бросать учебу или работу, а также давление со стороны родственников. Но часть из них все-таки удается убедить сохранить ребенка и проработать основные проблемы. По статистике это около 20-25%. Но и беременеть девушки тоже не торопятся. За 8 лет рождаемость в регионе снизилась почти в два раза. Бедные девушки на самом деле. Потому что я говорю, с одной стороны требуется, чтобы быть успешной, крутая работа, быть независимой от мужчины. Это все транслируется через рекламу, через телевидение, через вообще посылы общества. А с другой стороны, рожай больше детей, оставайся дома, найди хорошего мужа. То есть это вот такой тени-толкай в разные стороны. И для молодой девушки, мне кажется, должны обязательно быть какие-то бесплатные психологические курсы. Бесплатных психологических курсов в крае пока нет. Зато для тех, кто уже решился на рождение или усыновление ребенка, действуют меры поддержки. Причем к уже существующим, материнскому капиталу и различным льготам, совсем скоро добавится новое. Так в регионе уже приняли закон, который определит статус многодетной семьи. Многодетной семьей будет считаться семья с тремя и более детьми до 23 лет, при условии, что эти дети являются студентами в профессиональном или высшем учебном заведении. Но и, конечно, принятые изменения позволят претендовать на льготы дополнительно 16 тысяч семей Красноярского края. Но пока, очевидно, действующих мер недостаточно, чтобы красноярки всерьез задумались о повышении демографии в регионе. Так, из тысячи женщин в возрасте 18 и 39 лет, узнавших о своей беременности, 12 принимают решение в пользу ее прерывания. И никакие запреты и ограничения на аборты, как показывает практика прошлых лет, в этой ситуации не помогут. Так что здесь нужен целый комплекс взвешенных решений, которым еще только предстоит прийти и государству, и обществу.